Дарина не умеет готовить, как можно? Родители с утра до ночи на работе, и некому просто это делать. Соседи сверху, кто-то очень сильно кашляет. Родственница заболела коронавирусом, лежит сейчас в реанимации со всей семьей. Я здоровый, сильный, крепкий. Сидите дома, заведите себе канал, и чтобы вам было чем заниматься, учитесь монтировать. Доброе всем утро. Я только что покормила рыбку. Она очень счастлива. Да? Ты счастлива? Как тебя будут звать? Давайте придумаем ей нормальное имя, а? Небошка. Как рыбку назовем? Рыбку? Да. Шехеризада. Доброе утро. А это он или она? Это он. Он, блин, Шехеризад. Нормальное имя для рыбки. Петушка, Шехеризад. Он еще петушок? Петушок. Блин. Выпусти его. Ты испугался? Рыбка. Он еще и петушок. Я его кормить не буду. Вставай, пойдем. Я тебя буду кормить. Яйца сегодня на завтрак. Чай. Мы, в общем, проснулись, смотрим какой-то фильм. Никак не выползем с кровати. Артем сегодня на работу не идет. На рыбалку. С Димой на рыбалку, да? А я иду открывать птичек. Вот так вот они у меня ночуют, видите? Доброе утро. Приветули. Скажите, уже давно день, а ты нас не открываешь, да? Ты моя зойка, смотрите. Поздоровается. Все, вы на свободе. Что там? Что там? Что там? Что там? Так, у нас тут завтрак, омлесик, капусточка, кетчунес. Смотрим видео разоблачения. Попахивает. Попахивает, что нас всех дружно наё. Вот, кому интересно, можете пойти посмотреть. Эвакуация. Короче, типа в Испании все госпитали пустые. Я не там никакого движухи такой с трупами, людьми и таким далее. Ну, типа коронавирус есть, но не так всё, как рассказывают в СМИ. Ну, не знаю. Ай-ай, горячая, горячая, подвинь куда-то. Поставь. Так. Всё, всем приятного аппетитика. И тебе тоже. Мам, мам. А что это ты ешь? Мороженку? Мороженку по утрам ест. Пузик откабливает. Молодец. А что это ты тоже попылесосить решил, да? Спасибо, помощник. Лайма, а ты решила поубираться у Юми? Спасибо тоже, там уже пора. Мне всё, лень, никак не дойду до этого хомяка. Мои помощники, любимые. Мои зайки хорошие. Хорошие, да, деловые колбаски две. Артём спрашивает потом, почему такой пылесос грязный? Вот, вот источник какой-нибудь. А вот второй. Кто-то едет на рыбалку. А я вот смотрю фильм. И наслаждаюсь рыбкой. Ну, такая красивая, плавает там. Приятно, кстати, наблюдать. Очень. Она ожила. Она была, когда её привезли, она была такая. Да. Ну, понятно, она там сидела, голодная, и в баночки ехала. Конечно, она была очень расстроена. Она уже думала, что всё. Кирдык ей. Она подхватила коронавирус и заживает своей. Снимайся, что ж ты. Да. А ещё знаешь, что мне нравится эта хвари? Что? Что можно туда что-то бросать? Говорит, давай купим маленькую удочку уже с маленьким коричочком. И будем ловить рыбку. Посмотрите, у нас развела абрикоска. Класс. Просто супер. Теперь настроение ещё лучше. А я тут продолжаю смотреть телек. Когда реклама, я смотрю на рыбку. Смотрели, кстати, мы вчера фильм. Мы это громко сказано. Я смотрела фильм, а Артём уже спал. Заражение. Такое впечатление, что снят фильм вот в сегодняшние дни на фоне развития карантина, вот этого всего пандемии, про коронавирус. Очень похоже всё как развивается. Ну, конечно, там всё плохо-плохо. Там прям вообще мрут-мрут люди. И так страшно, и очень быстро. У нас такого, по-моему, не происходит, слава богу. Вот. Ну, там всё закончилось хорошо. О, вот этот фильм классный. Знакомьтесь. Джо Блэк, по-моему, называется. Так вот. Такое впечатление, что предсказали эпидемию коронавируса. Вот. В 2011 году. Там тоже от летучей мышки всё пошло. И тоже из Китая. И, ну, конечно, разворачивались события намного быстрее, чем сейчас у нас. И жёстче. Но, тем не менее, как бы похожая ситуация всё равно. Мне не очень понравился фильм. Ну, то есть я бы не смотрела. Лучше бы его. Ну, всё закончилось хорошо. Придумали вакцину. И все, кто успел, выжили. Но много людей очень погибло. Так, всё. Реклама закончилась. Продолжаю смотреть кино. А вот уже и вечерочек подкрался. Неожиданно. Артём пришёл с рыбалки. Даже принёс рыбку. Видите, чистит. Молодец. А я приготовила пловчик такой. Вот. И смотрим обращение президента. Что-то там такое нарешали. Завтра какой-то важный день. Поэтому Артём чистит рыбу. И слушаем вместе президента. Да, он ловил рыбу, а она её жарила. Не, надо наоборот. Она ловила рыбу, а он её жарил? Да. Что скажешь? Можно попробовать? Можно, конечно. Нужно. Я, кстати, не пробовала. Как-то. А тут что-то не хватает. Мяса? Буженина есть. Плов с мясом вообще делается? Ну да. Ладно. Ну есть буженина плюс рыба. Ну куда ещё туда? Не, мясо не надо на ночь. Тем более. Кстати, хотела сказать по поводу Дарины. Там пишут у Артёма в комментариях, под видео, где мы жарили картошку, что Дарина не умеет готовить, как можно, до сих пор не умеет готовить, типа ты же девочка. Или как там пишут? Стоп. Во-первых, что она, когда её мама уходит на работу, она работает с утра до вечера. Она готовит сама. Или это не надо будет? Там нет, для того, что он готовит, разогреет, там что-нибудь себе отрежет, бутерброд намажет, как любой ребёнок, да, в этом возрасте. 11-12 лет, это не тот возраст, когда уже все должны поголовно уметь готовить. Мою маму вы, наверное, все знаете, да? Так вот, моя мама научилась готовить, так же, как и я, когда вышла замуж. А до этого всё время делали это родители. Бабушки, дедушки, мамы, папы. Нет надобности учиться готовить. Когда на кухне есть хозяйка взрослая, и всё делает, и всё замечательно. Я не спорю, конечно, у кого-то из девчонок в этом возрасте есть желание, интересно учиться этому делать. Кто-то начинает там это очень рано делать. Но не у всех так. Или бывает так, что действительно есть, как бы, потребность в том, чтобы научиться готовить, потому что родители с утра до ночи на работе, и некому просто это делать, и безвыходно. То есть мама учит рано девочку готовить, да, и не только девочку, и мальчика тоже, сына. И приходится просто из-за того, что вариантов у других нет. Ну, а если ребёнок живёт с родителями, которые там мама, бабушка, все готовят всё постоянно, то зачем ей это уметь в 11 лет делать? Скажите мне, пожалуйста. Я просто не понимаю вашего этого напора, как это можно не уметь в 11 лет готовить. Вот так это я в 19 учиться начала готовить, когда замуж вышла. В 20 вернее, не в 19, в 20 лет. А я с пяти готовлю и нормально. Так что, всё своё время. Она готовится ещё в своей жизни, не волнуйтесь. Приятного всем аппетита. А мы уже покушали и переместились в комнату. Лежим, смотрим в ютубчик, читаем ваши комментарии. Уже 12 часов по-новому. Хотим ещё посмотреть серию Шерлока Холмса, Шерлока, ну вот этого сериальчика. Артём не любит сериалы. Я говорю, давай хоть одну серию посмотрим. Если не понравится, они будем дальше смотреть. Ну, вроде на одну серию уговорил им. Под массажик. А, да. И ещё у нас соседи сверху. Кто-то очень сильно кашляет. Прям такой кашель. Я сначала думала, кто-то табуретку передвигает по полу, знаете, с таким звуком. А потом, когда это повторилось, я поняла, что это кто-то кашляет. Причём кашляет мужчина и женщина. Два кашля. Очень жёстко кашляют. Да, такой вроде бы трахеет у них недельной давности. Ну, да. Хотя сегодня целый день я была дома. У меня были моменты, когда не работал ни телевизор, ничего, ни музыка не играла. То есть тишина была. И я не слышала никаких таких звуков. А тут прям сейчас лежим. И вот сколько мы минут? Десять лежим и там жёстко так какого-то пробрало. Может, подняться и спросить, нужна ли им помощь? Может, мы им отдадим лекарства? Может, мы им приготовим? Может, мы их себе позовем? Ты дурак. Не, ну серьёзно, вдруг им нужна помощь какая-то. Маски надеть. И шо ты придёшь и скажешь, мол, если что-то лучше, что вы кашляете, а вот тут не это. Не умираете? Артём, ужас какой. Ладно, пока не будем идти. Тут страшно. Соседи, если вы нас смотрите... Тише кашляете. Нет, и если вам нужна помощь, то в комментариях напишите, с какой вы квартиры. Ну, я так понимаю, что ты на этаж выше нас. Оставьте свой адрес, и мы приедем к вам в гости. И привезём вам... У меня есть одна пластинка парацетамола. Ты шо такое говоришь? Тебя ограбят. За парацетамол. Конечно. Как в том фильме про заражение, да? А, Жаль, я не видел. Ну, да, да, точно. Ты же снула, я смотрела этот фильм. Нас, видимо, с 2011 года готовили к тому, что может что-то такое произойти. И типа, что это всё очень плохо закончится, что все боялись. И сразу, самое главное, сразу верили в пандемию. Потому что фильм «Заражение» просто один в один. Ну, типа, то, что нам сейчас показывает СМИ. Что такое пандемия, ты знаешь? Ну, заражение, ну, то, что сейчас происходит, типа. А, эпидемия что такое? А, а чем эпидемия от пандемии отличается? М-м. Не знаешь? А ты знаешь? Нет. Ну? Эпидемия, наверное, без смертей, а пандемия с... Ты что, эпидемия тоже со смертями? Ну, так чем отличается, знаешь или нет? Эпидемия, она больше локальная, а пандемия, наверное, больше широкая. Наверное. Эта пандемия, это весь мир. Не задумалась. А эпидемия, она только может быть в этом. Короче... А ну, дай проверь. Короче, этот фильм «Заражение» готовил человечество к тому, что такое может быть. Чтобы все боялись, стремались. Но я надеюсь, что на самом деле не все так плохо, как нам рассказывают по телеку. Там есть некоторые подтверждения. Хотя сегодня в чате, у нас есть блогерский чат. И там, ну, блогеры, которых я знаю реально. То есть, не левые люди там. И мы там сегодня обсуждали кое-что, какие-то проекты по ютубу совместные. И одна... Один канал... Ну, одна женщина, короче, написала... Ой, извините, я типа давно не участвовала в переписке. Потому что... Родственница заболела коронавирусом. Лежит сейчас в реанимации со всей семьей. Короче, была этими проблемами занята. Там помогала туда-сюда. Ну, и там же начали у нее уточнять, что случилось, где лежит, какие симптомы, таратэк, где заразилась. И она пишет, что за границу не ездила, ни с кем из приезжих не общалась. Много ездила городским транспортом и метро. Скорее всего, где-то там и подцепила. И ей 45 лет. Она переносит намного хуже, чем ее родители. Родителям по 70 лет. Родители нормально справляются. А у нее каждый день вентиляция легких и кислород. Прикиньте. Если бы я это где-то так прочитала в интернете, я бы подумала, что это опять фейковая какая-то новость. Ну, типа подставные какие-то. А тут, ну реально, в чате, где все свои, все те блогеры, которые случайно в тот чат, скажем так, не попадают. И вот такое пишет, прикиньте. Каждый день вентиляция легких плюс кислород. И опускается кислород в крови до 60 без вентиляции, без кислорода дополнительно. Ну, вот эта маска, я так понимаю, с кислородом надевается. Не знаю, правда, она из России или из Украины, это блогерша. Завтра узнаю и скажу вам. Но в любом случае, блин... Ну да, пандемия это более обширная, это по континентам. А эпидемия это локально более, да? Ну да, страна там какая-то, эпидемия в стране. Все равно нужно верить лучшее. Я здоровый, сильный, крепкий. Конечно, никуда не ходите, самоизолируйтесь, идите дома, ходите, если куда-то, то обязательно маски. Мойте руки. Ни за что не беритесь. В лифте не ездите. За перила не беритесь, за ручки зверные, салфетку какую-то салфеткой открывали, выкинули. Надо в сумку накидать салфеток или туалетной бумаги. Ну, короче, чтобы не было прямого прикосновения. А сегодня Артем ездил на рыбалку. Я ему, конечно, ему и Диме лекции читаю, 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 читаю. Мне не доходит. Он слышишь уже сверху? Кстати, уже не бухайкает. Может, уже и помощь не нужна. А ты можешь? Говорит, ехали на рыбалку, так там весь берег, все у нас сегодня тепло. И вчера было тепло уже. И люди все на шашлыках. Говорит, негде плюнуть. Да, с детьми кругом ходят. Вообще, я тебе говорю. Вот так. Вот мы ехали, целая набережная, там даже проехать машину. Там себе сидят, в столиках гуляют. Там с детьми. Там бомбинтон играют. Там еще что-то играют. Фрисби или что-то, я не знаю. И по барабану всем. Нет, ну мы-то едем на рыбалку, мы едем в изолированное место. Там вообще отпускают только нас. И там охрана стоит. Мы заехали, ни с кем даже не общались. Приехали, вышли, перешли и все. Максимум, я вышел с подъезда могу. И Дима я сидит, а шастал. Все. Вот тоже. Дима, не шастай там хоть. Все, я тебе нормально. Я не могу больше не пускать. А завтра на работу. Какую работу? Вот скажите ему что-то. Я тут пропагандирую. Сидите дома, никуда не ходите. Блин, пересидите, переждите. А вот не доходит. Сказали, что все переболеют. Ну так лучше заболеть позже. Потому что чем дольше ты продержишься, тем больше шансов, что найдут какое-то лечение, какое-то облегчение, какую-то информацию, масок довезут, там еще чего-то. То есть, ну, как-то это все решается, вопросы. Ага, вот тоже. Сейчас переболеем. Понятно, что все переболеют. Я здоровый, сильный, крепкий. Говори, бегом. Говори. Я здоровый, сильный, крепкий. Я здоровый, сильный, крепкий. Можешь, конечно, не говорить. Я не заставляю. Тони. Короче, репец, ребята. Сидите дома, смотрите YouTube, снимайте свои видео какие-то. Заведите себе канал, и чтобы вам было чем заниматься, учитесь монтировать. Поверьте, время будет аж бегом куда-то пролетать. Снимайте в TikTok какие-то челленджи, что-то придумывайте. Там сейчас куча онлайн-школ открылась бесплатно. Пользуйтесь. Все делается для того, чтобы люди сидели дома и... Ничего не делали. И не это самое. Им было максимально не скучно. Потому что в основном люди выходят, ну как бы, потому что скучно, нудно, и хочется чем-то там. Тем более, сейчас тепло, сейчас погода начнется. Конечно, все захотят на улицу. Ну, окошко открыла, я сегодня и гуляла в окошко, и вчера. Так вот этот же лазит, понимаешь? Кстати, тут пишут, что люди от 36 до 40 наиболее заражаются коронавирусом. Ну, вот уж. Капец. Все, будем заканчивать. Включай сериал и раздевайся. Я буду тебе делать массаж, будем смотреть фильм. А с вами встретимся завтра обязательно. Так что, приходите, увидимся. Будьте здоровы. Подписывайся на канал ВВиктория. Вот так надо сказать. Ну, нет, не так. Да, надо. Давай, приготовьтесь. И подписывайся на канал ВВиктория. 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 Продолжение следует...